А вот и продолжение, начинаем. Через два дня после битвы на западном побережье конструктивного диалога с Узукаги продолжить не получилось. Ашина, от навалившихся проблем Игоря напился, причем по-черному. Но Наруто его не осуждал, наоборот, он считал, что такая ситуация могла если не сломить, то немного погнуть даже самую сильную личность. Поэтому он решил продолжить обсуждение дальнейших планов чуть позже. И вот, дождавшись, когда Узукаги придет в норму, Наруто снова наведался к нему на прием. Войдя в кабинет, блондин увидел уже более бодрого, но все же немного хмурого Ашину. «Добрый день, Узукаги Сама. Вижу, вам уже немного лучше». Поприветствовал главу деревни Наруто. «Здравствуй, Наруто. Да, со мной все хорошо. Ты уж извини, что тебе пришлось увидеть меня в таком состоянии». Сказал Узукаги, сожалеющий смотря на блондина. «Со всеми бывает». Махнул рукой Наруто. «Я пришел обсудить с вами решение насущных проблем и дальнейшие наши шаги». «Да, конечно. Я готов выслушать любые твои предложения. Можешь сесть на диван». Сказал Ашина, указывая рукой на упомянутую мебель. Наруто прислушался к совету Узукаги и расслабленно рухнул на диван, готовясь к сложному и серьезному разговору. «Вы же понимаете, что сейчас в деревне серьезный политический кризис?» Спросил Наруто, и дождавшись кивка от Узукаги, продолжил. «Нужно, чтобы вы взяли весь правящий аппарат деревни в свои руки. Не нужно больше никаких старейшин, только вы можете быть единственной властью в Узуше. Предвидя ваш вопрос, скажу, что более действенно будет окружить себя советниками и распределить между ними полномочия. Но это должны быть такие люди, которым вы доверяете больше, нежели самому себе. Хорошо, какие сферы нужно затронуть?» Ашина взял ручку и журнал и начал записывать все важные аспекты их разговора. «Ну, во-первых, Каги, в моем понимании мироустройства, не должен заниматься письменностью». Сказал Наруто, указывая на занятия Узукаги. «А что такое? Мне несложно». Удивил Сашина. «Поймите, когда наша деревня будет разрастаться, у вас не будет времени заниматься бумажками. Так что нам лучше сразу поставить за это дело ответственного человека». Нервно сказал Наруто, потирая переносицу. «Неужели его Каги не понимают даже таких банальных вещей? Ну, из тех, кому я могу доверять, лучше всего подойдет Мия». Из-за раннего замужества, ей не довелось изучать науку, но почерк у нее один из лучших среди узумуки. Пожал плечами Узукаги. Тогда ее и поставьте. «Следующее, что нам нужно сделать, так это разделить ваши обязанности. Я могу выделить пять направлений, в котором нужно двигаться – военное дело, внутренняя политика, внешняя политика, гражданский сектор и суд. Так как вы Каги нашей деревни, то вы будете участвовать во всех вышеперечисленных процессах, но основную работу должен выполнять ответственный человек. Наблюдая за вами, я могу сказать, что вы хороший организатор и справедливый человек, поэтому нужно, чтобы внутренняя политика и суд были под вашей полной ответственностью. Только один аспект из внутренней политики нужно все-таки отнести к военному делу, а именно обеспечению порядка внутри деревни. Сказал Наруто, я замолчал, давая Узукаге обдумать его предложение. Я согласен с твоими словами. Тогда я хочу, чтобы ты занялся военным делом и порядком внутри деревни. Уверенно сказал Ашина. Вы уже настолько мне доверяете? С подобием ухмылки спросил Наруто. Ты же сам сказал, что я справедливый человек. Но я еще и умею чувствовать справедливость других. И ты в этом плане не разочаровал меня, Наруто. С располагающей улыбкой сказал Ашина. Тогда я не могу не согласиться. Вторил блондин Узукаге. Осталась только гражданка и внешняя политика. Есть кто на уме? На гражданский сектор я хочу поставить Исау. Не пойми меня неправильно, но я вижу его безудержную любовь и верность клану. Это будет жестоко, если мы оставим его за бортом проекта возвышения Узуши. Сказала Ашина, извиняющимся тоном. Возвышение Узуши. С небольшим смешком спросил Наруто. Это мне прямо сейчас пришло в голову, хих. Тоже усмехнулся Узукаге. Просто прикольное название, да и звучит под стать нашим планом. И не поспоришь. Мне нравится. Сказал Наруто, и немного задумался. Думаю, Исаа это хороший вариант. Эта должность не позволит ему творить какие-то темные дела, да и будет хороший шанс исправиться. Но тогда за внешнюю политику будет отвечать Мита. Не спорю, она еще молода для такой должности, но не стоит ее недооценивать. У нее действительно есть хорошие навыки переговорщика и она по-хорошему прямо, если дело доходит к поставленной перед ней задаче. Я не против, но внешняя политика вещь очень деликатная, поэтому нужно будет присматривать за ней. Согласился блондин. Да, я этим займусь. Есть еще один вопрос, который меня интересует. Как мы будем принимать решения, связанные с той или иной отраслью? Мы же не можем дать отдельному человеку полную свободу действий. Решил спросить совет Ашина. Будем собирать советы за вышеназванных людей и решать эти вопросы. Полную свободу мы дать не можем, потому что все проблемы одной отрасли будут так или иначе переплетены с другими. Это будет создавать недопонимание, а недопонимание ведут к конфликтам. А конфликты нам не нужны. Подробно все объяснил Наруто. Тогда решили. Я сегодня же подпишу все указы о назначении на должности. Надеюсь, наше сотрудничество принесет великие плоды, военный советник Узуши. Узу Каги поднялся с места, подошел к Наруто и протянул ему руку. Бывший дженчирики повторил действия Каги, и они пожали друг другу руки, знаменуя тем начало их крепкого союза. А как же свадьба и главная ветвь? Решил узнать Наруто. Я заочно приму тебя в главную ветвь, в качестве жениха. Для кого именно пока уточнять не буду, это решать уже тебе. Заверил Ашина, похлопав блондина по плечу. Тогда у меня будет просьба. Мне нужны помощники в этом нелегком деле, и я присмотрел на эту роль Изамы и Казуму. Сказал Наруто. Выбор необычный. Может объяснишь? Изамы ваш единственный сын, и он унаследует Титу Каги. Будучи моим помощником, он поднатаскается в силе методах, которыми придется добывать себе место под солнцем. Я научу его, что своей цели человек может достичь только тяжелым трудом. Это намного важнее, чем наука и бессмысленно перекидывание бумажек. Что касается Казумы, тут все наоборот. Он уже состоявшийся воин, но еще слишком зеленый. Я общался с ним не так много, как хотелось бы, и он произвел на меня впечатление нерешительного, но очень верного партнера. О таких говорят глаза боятся, а руки делают. Он робкий и боится осуждения, что исключает предательство с его стороны. Под моим началом Казума превратится в настоящего Шинобе, способного выполнить любую задачу. Объяснил свой выбор Наруто. Раз ты так говоришь, то у меня нет причин тебе не верить. Я одобряю твой выбор. Сказал Ашина, и после небольшой паузы продолжил. Через неделю соберем первое заседание Совета. К этому времени вы должны представить первую программу модернизации военного дела Узуши. Есть, Узукаги Сума. Возвращаемся в настоящее. Вот так вот оно и было. Закончил свой рассказ Наруто. Оу, так получается, вы хотите меня видеть своей правой рукой? Уверяю вас, вы не пожалеете о своем выборе. С глазами-звездочками сказал Изму. Пока ты не сможешь хоть пальцем меня коснуться в спарринге, это могут быть только твои влажные мечты. А до тех пор, я утоплю тебя в твоем собственном поту и крови на тренировках. С ужасной ухмылкой маньяк и сказал Наруто. Нет. На следующий день ровно в восемь утра, наша новая тройка, которая будет вырошить военными делами целые деревни, собрались в доме Наруто. Мегуми еще спала, не любила она просыпаться рано. А Наруто и не будил ее по утрам, с тех пор как они осели Узуши. Пусть ребенок поспит. Наш триумфират уселся на креслах возле камина, и Наруто начал говорить. Через два дня состоится обновленный совет деревни, на котором буду присутствовать и я. Как я уже говорил, я выбрал вас своими помощниками в организации военного дела. Я уже набросал у себя в голове наброски того, что надо сделать, но сначала я хочу услышать предложение от вас. И Зума ничего не мог сказать, ведь в свои шестнадцать он мало что смыслил в этом всем. Казума, в этом плане, проявил большую инициативность, во время последнего боя с Хазуки явно вскрылись наши проблемы. Я могу выделить основные это полное отсутствие боевого флота и критически низкий уровень подготовки Шиноби. Может есть еще что-то, но я не уверен. Замялся под конец Казума. Хм. Довольно хмыкнул Наруто. Ты только что мне снова доказал правильность моего решения взять тебя в помощники. Ты прав, описанные тобой проблемы очень остро бьют по обороноспособности деревни. Не хочу петь себе дефирамбы, но, если бы не я и Кьюби, деревни Узыша уже не существовало. Боеспособная и мотивированная армия, сильный флот это основа основ, наша опора в построении сильной милитаризированной деревни. На это нужно много ресурсов, но это уже вопрос для совета. Но ты кое-что упустил, Казума. Сказал Наруто, расслабленно откидываясь на спинку кресла и ложа ногу на ногу. И что же я мог пропустить, Наруто-сан? Немного обеспокоенно спросил Казума. А то, что в каждой армии должна быть своя тайная спецслужба. Я ее назвал Энбу особый отряд тактик и убийств. Сказал Наруто, решив забрать авторство Утабирамы в этом мире. Вы хотите сказать, что лучше будет содержать особый отряд элитных шиноби, чем целую регулярную армию? Вдруг в разговор вклинился Изму. Вау-вау, я думал, что ты сейчас не с нами. Со смешком проговорил Наруто, по-доброму тыкнув его кулаком в бок. Но ты прав. Полноценную армию содержать на постоянной основе очень затратно, тем более в относительно мирное время. Война это уже отдельный разговор. Обычные шиноби будут выполнять миссии и приносить пользу деревне, а основную движуху будет творить Энбу. Проведем серьезный отбор среди шиноби-узыши. Уверен, что среди воинов бывшего священного ордена найдется несколько человек уровня Энбу. Подробную информацию я предоставлю вам уже после совета, а сейчас должна проснуться Мегуми, поэтому обсудим все в следующий раз. Пока можете быть свободны. Сказал Наруто, глянув на настенные часы и услышав копошение наверху. Пока Наруто провожал своих подчиненных до дверей, вниз уже спускалась Мегуми. Уже проснулась? Спросил Наруто, подойдя к своей ученице. Угу. Весело угукнула Мегуми, а ее животик громко заурчал. Хе-хе-хе, пошли приготовлю что-нибудь. Наруто принялся готовить яичницу, пока Мегуми тихо ждала еду, крепко ухватившись за ложку. Блондин все еще не мог свыкнуться с бытом у Мизумуки. Несмотря на общую развитость деревни, его напрягало отсутствие в этом времени электричества. Не было ни холодильников, ни пили для готовки. Но были встроены в стол и полки со шкафчиками специальные печати, что отвечали за готовку и разогрев еды, и хранение продуктов. В принципе, оплохо, но сложно было к такому привыкнуть. Плотно позавтракав яичницей с беконом, ребята начали собираться на прогулку. Когда они уже должны были выходить, Мегуми вдруг встала возле двери, опустив голову вниз. «Что-то случилось?» Спросил Наруто, присаживаясь возле нее на корточке. «Синси, когда я вырасту, вы же не бросите меня?» Задала вопрос девочка, поднимая свои слезящиеся глазки на Наруто. Наруто ничего не ответил, а только притянул девчушку в свои объятия, утыкаясь носом в ее синие волосы. «Синевласка, кто тебе такую глупость сказал?» Нежно спросил Наруто, поглаживая ее по спине. «Никто. Просто. Просто. Я не знаю». Выпалила Мегуми, зарываясь лицом в плечо бывшего джинчурики, и поливая его кофту своими слезками. «Тогда выкинь подобные глупости из головы. Я никогда не брошу тебя, даю слово Шинеби». С яркой улыбкой в тридцать два зуба заверил Наруто. «Спасибо». Мегуми покрепче обняла Наруто, а в ее мысли промелькнуло продолжение фразы. «Гефусан. Храм Шинеби» Наруто ловил себя на мысли, что он слишком часто бывает в возле этого места, а в самом храме так ни разу и не побывал. Было бы интересно узнать, как там все устроено, и как поклоняется богу смерти. Сознание рисовало картин расчлененки и кровавого алтаря для жертвоприношений, но блондин предпочитал сразу же откидать подобные мысли. Сейчас он тоже шел уже по привычной тропе, держа Мегуми за руку. Храм со всех сторон был окружен лесом, кустарниками, поэтому здесь всегда свежий воздух, которым Наруто не мог не наслаждаться. Уже вдалеке виднелась его самая главная проблема жизни в Узуши, дочу Зукаги Мита. Наруто не волновал то, что она была извращенкой, это его камень наказал за учителя. Но она была гремучей смесью всех его когда-то знакомых женщин, вспыльчивость его матери Карен, силы Сакуры, женственность Инна, робость Хинуты, гневливость Тимари, любознательность Интин, хитрость Цунади. И это все в одной девушке. Как вообще такое возможно? Рядом с ним она ведет себя так, чтобы сам себя с максимально положительной стороны. Наруто все еще прокручивал в голове ее танец и наряд. Это было волшебно. Тогда она пробудила в Наруто давно забытую плотскую страсть. Пыталась ли она намеренно соблазнить Наруто? Большой вопрос. Но ясно одно у нее есть к Наруто симпатия, и черт возьми, в этом плане она добилась взаимности. Мита встретила его в своем ежедневном наряде, но ее красную голову украшал большой венок из разных полевых цветов. Мегуми успела убежать к уже знакомым деревьям, где очень любил отдыхать Курама, оставив двух молодых людей наедине. Щеки Мита залили при виде Наруто. Мита погода стояла теплая, несмотря на приближающуюся осень, поэтому Наруто надел тонкую кофту из стандартного комплекта шиноби, под которой просвечивались стальные мышцы блондина. Если бы они были парой, Мита бы никогда не отрывалась от его объятий. Здравствуй, Мита Хими. От его хриплого голоса у Мита затряслись паджильки, а тело натянулось словно струна. Когда еще у нее будет шанс побыть с Наруто наедине? Здравствуй, Наруто. Я пришла как ты и сказал мне. Проговорила Мита, всеми силами пытаясь скрыть румянец на щеках. А они сейчас горели так, словно на них вылили лаву. Спасибо. Это же обычная благодарность, но почему для Мита это звучало так романтично и эротично одновременно? У меня есть к тебе небольшая просьба. Так, Мита, успокойся. Не нафантазируй себе ничего лишнего. Примерно такие мысли сейчас были в голове принцессы Узумуки. Я хочу, чтобы ты меня учила искусству Фуиндицу. Сначала я попросил Узукаги, но у того сейчас и так слишком много дел. Вот он и посоветовал мне тебя, как лучшего мастера Фуиндицу после него самого. Ты же поможешь мне, Мита Хими? Спросил Наруто, почесывая свой белобрысый затылок. И тут небоскреб, который должен был помочь Мита достичь вершины счастья, рухнул, сваливая хозяйку в пропасть разочарования. Узумаки закусила нижнюю губу в попытке сдержать слезы и несом перед ним своей слабости. Когда у нее это получилось, она надела на себя, уже привычную, фальшивую улыбку. Да, конечно. Я хотела извиниться за тот случай с дядей Исао, но все никак не находилось случая. А это достаточно хороший шанс загладить свою вину. Все это она проговорила с той самой фальшивой улыбкой. Да. Радостно улыбнулся Наруто. Спасибо. Ты меня очень выручишь. Пойдем, надо купить тебе все необходимое для обучения. Сказала Мита и поплелась вперед. Пока Наруто забирал Мегуми и перекинулся парой слов с Курамой, Мита смиренно дожидалась их. Когда они уже шли обратно в деревню, Мита шла немного впереди, а Наруто всю дорогу смотрел ей в спину. За всю свою жизнь я насмотрелся столько фальши, что твоя улыбка не произвела на меня впечатлений. Ты такая же фальшивая, как и все остальные. Похоже, мое мнение касательно тебя было слишком поспешным. Мита Хими, в огромном зале собраний, где в основном проводились важные переговорные процессы, за круглым столом собрались те, кто изменит будущее Узуши. Ашина Узумаки, Мита Узумаки, Иса Узумаки и Наруто Узумаки. За отдельным столиком, немного вдалеке, сидела Узумаки Мия в окружении множества пустых бумажек. Ее заданием было записывать каждое слово, что здесь будет сказано. Дело нелегкое, но она полна решимости сделать все идеально. Возле стола стоял еще один, пятый, стул. Если Узукаги не объявляла о начале совета, значит нужно еще кого-то подождать, что сильно удивляло Наруто, ведь они с Узукаги обсудили все должности. И тут в зал заходит Катсуми Узумаки, которая была одета в белый мешковатый халат, а на лице была маска шинигами. После того, как Узукаги упразднил титул жрица, вся власть в храме маска перешла в руки жрицы. Она села на свое место, демонстративно сняла маску и положила ее возле себя, на что получила холодный взгляд от Исао. «Что здесь делает уважаемая верховная жрица? Разве не странно допускать ее к делам деревня?» Спросил Исао, прожигая взглядом Катсуми. «Шинигами это наш хранитель, и ничто здесь не будет происходить без его благословения. Я же пришла сюда, чтобы убедиться об отсутствии в принятии решений того, что противоречит нашему святому писанию». С долей наглости ответила жрица. «У Каготу еще есть претензии?» Хмуро спросил Ашина, окинув взглядом всех присутствующих. «У меня есть». Решила взять слово Тажикатсуми. «Почему наш военный советник и главнокомандующий войсками Узуши все еще не стал под покров шинигами?» «Чего?» Подняв бровь, протянул Наруто. «Вы еще не приняли нашу веру, Наруто-сан». Холодно уточнила Мита, что слегка удивила Наруто. «И не собираюсь. Я по жизни атеист». Отчеканил блондин. Катсуми же подхватила мазку шинигами и надела ее. Через несколько секунд она ее сняла и положила на место. Шинигами сама не против того, что Наруто будет занимать эту должность. Его все устраивает, если только Наруто не уверует в других богов. Объяснила Катсуми. «Вы что, можете общаться с шинигами через эту мазку?» Шокированно спросил Наруто, на что получил кивок от жрицы. «Страшные вы люди. Так, хватит разговоров, пора делом заняться». Решил прекратить этот балаган Ашина. Объявляю первое заседание Совета открытым. Позвольте мне начать. Попросил Наруто и достал небольшой свиток. Пара печатей и свиток превращается в огромную карту архипелага Узуши. Я детально изучил расположение наших островов. Из рассказов из Амуя узнал, что мы живем на так званом малом острове. Уточнил Наруто, обводя пальцем упомянутый остров. Ну да, большой остров считается владением страны водоворотов. Там же находится и столица. К чему вы клоните, Наруто-сан? Слегка заинтересованно спросил Исао. Хоть у Шиноби Узуши я плохо с подготовкой, что будет моей огромной головной болью, все же некоторые способны выполнять миссии. Так почему мы не берем заказы в стране водоворотов? Мы же, тем самым упускаем много денег и ресурсов, которые в обозримом будущем нам очень понадобятся. Спросил Наруто, смотря в глаза Узукаги. Первая причина, как ты уже сказал, подготовка Шиноби. Вторая причина состоит в том, что нас очень скудно оценивают, предпочитая другие кланы, которые сильнее и запрашивают меньше. До этого мы жили исключительно на своем производстве и неплохо справлялись. Роскошью похвастаться не могли, но и не голодали. Объяснил Ашина, но таков ответ не очень устроил Наруто. Какие ресурсы деревня может добывать прямо сейчас? Снова задал вопрос Наруто. У нас очень большие залежи глины, драгоценных камней и металлов, всяческих минералов, что мы используем в строительстве. Основный наш род занятости — это выращивание различных овощных культур и животноводства. Почему вы так заинтересованы в Большом острове? Снова с холодом в голосе спросила Мита. Скажем так, я думаю, что в наших интересах будет наладить более дружеские отношения со страной водоворотов. С лукавой улыбкой сказал Наруто. «Только не говори мне, что ты планируешь подмять под Узуш во всю страну». С глубочайшим чувством страха проговорила Ашина. Он уже очень жалел о начале сотрудничества с Наруто. Видит шинигами, ему придется еще раз посидеть из-за этого блондина. «Ну, не горячитесь так, Узукаги-сума. Я же не сверхчеловек какой-то, чтобы проворачивать подобного рода шалости. Просто, в наших интересах будет, если правителем страны водоворотов станет очень лояльный Кузышный человек. Вы только подумайте, какая перспектива перед нами открывается, друзья». Во время своего монолога, бывший Джин Чирики встал со своего места, зашел за свое кресло и оперился о него руками. Дополнительные территории для жизненного пространства Узума Кирас. Два еще большее количество ресурсов. Три огромный рынок сбыта эмиссий. «Мы сможем продавать свою продукцию через рынки стран водоворотов, а также получать миссии за пределами нашего архипелага. Это слишком сладкая возможность, чтобы от нее отказываться. Хм, если подумать, то ваше предложение настолько гениальное, насколько и абсурдное. Чем вы собираетесь менять власть в стране? В ваших способностях никто из присутствующих не сомневается, но в одиночку такого рода акция устраивать это самоубийство». Высказал свою точку зрения ИСАО. «А я, вроде, и не сказал, что собираюсь сделать это в одиночку. Мне нужно время, чтобы подготовить квалифицированных шинобей для развития агентуры внутри страны. Это очень важный и долгий процесс, который займет месяц кропотливой работы. Не отрицаю, что придется потуже затянуть пояса, но итоговая прибыль будет в разы превышать расходы. Ну, не знаю. Я пока не могу определиться, стоит ли оно того или нет. Может, если я послушаю от вас программу модернизации военного дела УЗУШИ, то я изменю свое мнение», — сказала Кацуми. «Я вас понял, Верховная Жрица. Заносите!» — крикнул Блондин, хлопая пару раз в ладони. В зал вошли Казумы и Заму, а их руки были заняты огромными листами бумаги, которые были закреплены на подставках. Всего их было три штуки. Блондин подошел к первому стенду, а его помощники покинули зал. «Итак, дамы и господа, попрошу вашего внимания. Я имею честь представить вам детальный план о модернизации военного потенциала УЗУШИ, который разработал я, с моей пока еще небольшой командой. Начнем с главного», — сказал Наруто, и перевернул лист на первом стенде. «Я пообщался со знающими людьми среди УЗУМАКИ, и они сделали для меня проект первой боевой лодки УЗУШИ. Все присутствующие посмотрели на стенду и увидели подробное черчение и описание лодки. Последняя битва ясно нам показала, что отсутствие боевого флота для островной деревни это недопустимо, более того чрезвычайно опасно. Наши умельцы взяли за основу обычную двухместную прогулочную лодку, и сделали ее значительно больше, прежде всего в длину. Таким образом, вместимость возрастет до десяти человек рядовых шинобей и шести человек тех, кто будет работать веслами. Удлинена носовая часть, а внешняя бита железом. Это позволит сделать из лодки плавающий таран, который очень поможет в битвах на море. Не забываем и об основной боевой части. Над реализацией мы еще подумаем, но планируется на бортах установить специальные печати, где будут запечатаны техники огня. Таким образом, мы сможем ввести фланговый позиционный бой. Плюс ко всему, экипаж также будет обучиться смертоносным техникам дальнего радиуса действия. Разумеется, не все битвы будут проходить на воде. Это мы тоже предвидели и специально сделали борты низкими, чтобы шинобе было проще высаживаться. Таким образом, мы получаем легкую, быструю и мобильную лодку, которая не только способна вести бой на море, но и высаживать шинобе на сушу. Главный же минус этого творения в том, что будет очень проседать защита. Но, думаю, плюсов я навел достаточно, чтобы нивелировать этот единственный минус. Закончил свой пламенный рассказ Наруто, оставив остальных в раздумьях. Вообще, узумаки не ожидали от, еще вчерашнего, чужака от такой отчаянной работы, с вниманием к каждой мельчайшей детали. Такого азарта и преданности делу очень не хватало нынешнему поколению. Проект очень хороший, и в перспективе достаточно эффективный, но все упирался в сроки. Когда первая партия уже сможет встать на вооружение? Узукаги задал вопрос, который интересовал всех. Как я уже сказал, это только проект, причем достаточно сырой. Постройка, испытания, детальная проверка, возможное исправление ошибок. Короче говоря, первые десять штук будут полностью готовы к эксплуатации через полгода, не раньше. Ответил на вопрос Наруто. Срок немаленький, но я полностью поддерживаю эту идею. Поднял руку Ашина, выражая свой голос. Следом за ним, руки подняли все члены совета. Что же, принято единогласно. Продолжайте, Наруто-сан. Следующая на очереди подготовка Шиноби. Сказал Наруто, подойдя к следующему стенду. Подготовка качественного Шиноби это дело не из легких и занимает кучу времени. Поэтому, готовить будущих ниндзя нужно с детства. Я хочу представить вам проект, который называется Шиноби будущего. Хм, как иронично, зная твою предысторию. С намеком на улыбку, хмыкнул Исао. На это я был расчет. Итак, данный проект представляет собой несколько пунктов. Первое создание Академии Ниндзя. Очень много детей Узуши, лично по моим наблюдениям, мечтают о жизни ниндзя. Академия даст им такой шанс. Здесь будут не только учить драться, но и всесторонне развивать ребенка. Это и разные науки, и занятия с психикой ребенка, чтобы избежать надлома после убийств, и медицинская подготовка, которая позволит ему позаботиться о своем здоровье, также не забывая о дисциплине, это тоже важно. Ну и самое главное, ребенок будет находиться в социуме и у него будут формироваться узы, которые очень важны для Шиноби. В учителе будут назначены лучшие из лучших. Говорил Наруто, пока поднятая руками-то не перебила его. То есть, вы хотите сделать Академию полностью подконтрольной военному совету? Спросила принцесса. Нет, я лишь предлагаю концепт, над реализацией будем трудиться все вместе. Моя задача будет лишь в обеспечении качественного обучения будущих Шиноби. Постройка такого учреждения и оснащение его всем необходимым – это больше работа гражданского сектора. Объяснил Наруто, на что Исаи и Мита удовлетворительно хмыкнули. Тогда, я продолжу. Вторая кардинальная переподготовка действующих Шиноби. «Все, что я здесь увидел, так это довольно примитивное Тадзюцу с элементами Фуэндзюцу, владение базовыми техниками стихии воды и земли, ну и Кендзюцу. Далеко на этом не уедешь. Шиноби должен подстраиваться под непредвиденные обстоятельства, должен уметь совладать с любым оружием, победить любого противника. И как вы себе представляете этот процесс?» Хмуро спросила Кацуми. «От тестации Шиноби, с последующим распределением по рангам. В моем мире существовала система рангов, благодаря которой определяли степень развития ниндзя, и какие миссии ему можно давать. А мы добавим к этому подсказки того, что стоит подтянуть и над чем поработать. По возрастанию, Гинин, Чунин, Джанин, Элитная Джанин. Если Шиноби сможет превзойти ранг элитного Джанина, ему будет дана возможность вступить в Анбу, о котором мы поговорим позже. Будут оцениваться такие показатели физическая подготовка, Тайдзюцу. Ниндзюцу, Гиндзюцу. Ориентация в местности, умение избегать ловушек и засад, владение оружием, уровень интеллекта, тактическое мышление. Будет также проверяться наличие другой природы чакры у Шиноби и последующие обучения. Свитки с техниками могу предоставить. Прошу вынести вопрос о реализации проекта Шиноби будущего на голосование. Закончил говорить Наруто, и стал дожидаться конца голосования. Ну что же, прошу поднять руку тех, кого устраивает такое предложение. От себя добавлю, что это принесет огромную пользу деревне. Поэтому, я за. Поднял руку Шина. Сама идея неплохая, но над деталями стоит еще поработать. Я не согласна с тем, чтобы лишать детей их драгоценного детства. Это самая прекрасная пора в жизни каждого человека, и мы не вправе отнимать это. Я против этого проекта, в нынешнем его варианте. Категорично ответила Кацуми. Я тоже против. Если загонять общество в такие рамки, то могут начаться волнения. Мы пока не готовы к такому. Таков был ответ Исао. Все внимание было сосредоточено на Мита, ведь ее голос теперь является решающим. Тогда, после битвы с Хазуки, я проведала семью каждого погибшего воина. Их жены, дети. В их глазах было отчаяние. Они не знали, как дальше жить. И если что-то не предпринимать, то таких семей будет все больше и больше. И тогда начнутся настоящие волнения в обществе, дядя Исао. Когда вдова потеряет в следующей битве своего сына, мама, тогда будут волнения. А ведь он мог бы выжить. Во время своего монолога, взгляд Мита был очень грустным, а голос чуть подрагивал. Проект Нарутасена не идеальный по своей сути, но предлагает хоть какие-то шаги по уменьшению смертности наших воинов. Поэтому, я голосую за. Под конец подняла руку Мита. Значит, я утверждаю этот проект, и даю Нарутасену все полномочия для успешной реализации. Вы что-то говорили про, так называемых, анбу. Не утрудитесь ли пояснить нам, что это такое? Вежливо попросила Ашина. Он был доволен проделанной работой Нарута. Да, конечно. Я хочу создать секретный спецотряд Узыши, в который будут входить сильнейшие шиноби, анбу. Прямо сказал блондин. А зачем он нам, если у нас будут обычные шиноби? Задала резонный вопрос Кацуми. Обычные шиноби-деревни всегда на виду, и все о них все знают. Анбу же будут действовать в тени, разбираться с отступниками и предателями, выполнять особо секретные миссии деревни. Устранение, зачистка, обезвреживание, спецоперации, установление порядка, слежка таким не должны заниматься рядовые шиноби. Анбу скрыты для людских глаз. Это логично. «Всегда должны быть те, кто выполняет всю грязную работу. Не пятнать же репутацию деревни». «Я за». Сказала шина. «Я проголосую за, лишь в том случае, если каждый член Совета будет иметь доступ к отчетности Анбу, во избежание захвата власти военным советникам». Запротестовал лишь Кацуми. И Сайя Мита дали свой голос. «Разумеется, вы все получите доступ к отчетности и к архиву Анбу». «Что ж, на этом, пожалуй, все». Сказал Наруто, стирая проступивший по цалбе. «Очень хорошо, Наруто-сан. Вы не разочаровали меня?» Похлопал в ладони ашина, и ему вторили все присутствующие. «Большое спасибо». Сказал Наруто, немного поклонившись, а после сел на свое место. «Подождите, а разве мы не должны проголосовать об установлении в стране водоворотов марионеткового правительства?» Решила напомнить Мита. «Думаю, никто уже не будет возражать?» Спросил Узукаги, выразительно посмотрев на Исао Кацуми. В ответ отрицательной мотки головой. «Тогда, Наруто получает свободу действий для реализации этого плана. Насколько я знаю, у Мита тоже есть небольшой доклад?» «Да». Со мной связался представитель клана Очиха, Джиро Очиха. До них дошли слухи о том, что мы разорвали отношения с Синджу, и теперь предлагают провести переговоры на нейтральной территории, между вами, Узукаги Самой и главой Очих, Мадарой. «Итак, у кого какие мысли?» Спросил Ашина, сложив руки в замок перед собой. «Это вполне закономерно. Очихи хотят с нами сблизиться. Но и нам эти переговоры могут пойти на пользу». Задумчиво сказал Наруто, пытаясь просчитать дальнейшие шаги. «Что вы имеете в виду?» Спросил Исао. «Ну подумайте. Мы были в зависимости от Синджу и бесплатно поставляли им взрывные печати. Теперь это можно делать за деньги, ссылаясь на не совсем дружеские отношения. Все в плюсе, Очихи получают оружие, мы получаем деньги, так еще и укрепляем с ними отношения. Думаю, это может быть вполне выгодной сделкой». Объяснил свою точку зрения бывшей джинчурики. «А если Синджу объявит нам войну?» Спросил Исао. «Во-первых, я еще не знал случаев, когда начинали войны из-за торговли. А во-вторых, наверняка Клан Учиха будет благодарен нам за помощь и поможет нам. И пока они будут убивать друг друга, мы будем развиваться и процветать». С лисью ухмылкой сказал Наруто. «Что ж, на этой позитивной ноте предлагаю завершить совет». Сказала Шина, вставая из-за стола. Все быстро покинули помещение, остались только Наруто и Мия. Блондин собирал раскиданные бумаги, на которых был запечатлен его план, а девушка сортировала записи из совета, чтобы предоставить Зукаге в качестве полноценного отчета. «А вы куда сейчас? Идете забирать Акиру?» Как бы невзначай спросил Наруто, копошась в своих бумагах. «Да, я попросила Юзасон присмотреть за ним». Мило улыбнулась Мия. «Вы не одна такая, Юзасон очень добрая и отзывчивая женщина. Да и Мегуми ей нравится». Сказал Наруто, и ненадолго установилась неловкая пауза. «Ну как вам первый опыт работы?» «Наверное, утомительно?» Спросил Блондин, который закончился своими бумагами и спрятал их в нательную печать. «Знаете, на удивление нет. Я все успевала записывать, даже было время дать руке отдохнуть. Все равно, это намного интереснее, чем сидеть в четырех стенах». С улыбкой сказала Мия, заправляя выбившуюся прядь волос за ухо. Я тут подумал. Начал Наруто, подойдя ближе к Мия. «Может нам забрать детей у Юзасон и пойти в какую-нибудь закусочную пообедать? Заодно узнаем друг друга получше». «Наруто-сан», — сказал Мия, вплотную приблизившись к бывшему джинчу реки так, что их лица разделяли несколько сантиметров. «Я знаю ваши проблемы и прекрасно понимаю ваше метание. Вам приходится делать абсурдный выбор из двух женщин, которые вы не любите. Это правда ужасно. Но прошу вас, не гоняйтесь за мной. Я до сих пор люблю своего покойного мужа, а в следующем году планирую вступить в покрытие черным. Давайте не будем портить друг другу жизнь. Мита молодая, с ней вы быстрее найдете общий язык, чем с несчастной вдовой». Так как Наруто был выше нее на 20 сантиметров, Мия потянула Наруто на себя за плечи и нежно поцеловала в щеку. И этот весьма деликатный момент увидела, ищели в двери, одна весьма любопытная принцесса Зумуки. От жгучей боли в области сердца у нее выступили слезы. Она больше не могла здесь находиться, поэтому Стремглав убежала домой. Мия, тем временем, уже собрала все бумаги и хотела уйти, но напоследок повернулась к застывшему на месте блондину. «Давайте забудем этот разговор и ограничим наши общения к сугубо деловым», — сказал Мия, и направилась в резиденцию у Зукаги. «Походу, вариантов у меня и вправду не осталось. Надо выпить вина, а то сейчас мозг расплавится. Эх, может пойти поговорить с Курамой?» Продолжение следует.